Добрый день, коллеги! Хачапури на КМКЗ сегодня в программе. Рецепт на 600 грамм муки, 4 больших хачапури. 52 грамма КМКЗ, свежий или просто подогретый из холодильника, 12 грамм патоки, дрожжи хлебопекарные 12 грамм, соль от 9 до 12 грамм и вода теплая 330 миллилитров. Хорошо все перемешиваем, после чего добавляем муку высшего сорта в количестве 582 грамма. Для тех, кто случайно попал на это видео и еще ни разу не видел рецепты на моем канале, КМКЗ это концентрированная молочно-кислая закваска. Где ее взять, как ее получить, смотрите в описании к видео. Замешиваем тесто мягкой консистенции, влажность которого, кстати, 60%, что означает, что на 100 грамм муки в нем 60 миллилитров воды. Температуру воды надо выбрать таким образом, чтобы в конце замеса температура теста была 30 или чуть более градусов Цельсия. Время брожения составляет полтора часа при этой же температуре. Через полтора часа тесто готово. Делим его на 4 части и подкатываем в шарики вот таким вот образом, который я показываю в ускоренном виде. Предварительная расстойка около 7 минут. Ну а пока заготовки растаиваются, готовим начинку. Вот такой вот сыр в турецком магазине могут купить жители Германии и Турции. Он прекрасно подходит для начинки. Ну а нужно его около 400-500 грамм. Жители же постсоветского пространства и так прекрасно знают, из чего готовится начинка хачапури. Альтернативой для жителей зарубежья может послужить смесь моцареллы и сыра фета в пропорции один к одному примерно. Ну а заготовки тем временем раскатываются скалкой, перекладываются на хлебопекарную бумагу и наполняются начинкой. После чего бортики подкатываются и формуем лодочки. Потому что, как я забыл сказать в самом начале, печь я собираюсь в хачапури лодочки. Выпекать буду в два захода, по два хачапури за раз. Духовку прогреваем до температуры 250 градусов Цельсия, а расстойка составляет около 20 минут. Через 20 минут отправляем первые две заготовки в духовку. Выпечка примерно 15 минут без пара. Где-то за 3 минуты, за 4 минуты до конца выпечки. Вот когда они начнут уже так немного румяниться, сыр начнет запекаться. Разбиваем в каждое хачапури по одному яйцу. Но с учетом большого размера таких хачапури можно разбить и по два яйца. Кто как хочет. Хочу заметить, что такая рецептура теста очень неплохо подходит и для ускоренного приготовления пиццы. Так что ничего сложного в этом нет. После готовности хачапури перекладываем на решетку и отправляем вторую партию в духовку. Ну а я на этом с вами прощаюсь и приятного аппетита.